Ну вот, наконец-то, друзья, пришла жара Евангелию. Сегодня у нас 1 июля. Вот знаменательная дата. Плюс 28. Это, в общем-то, считается здесь уже жара. Я сегодня опять пью свой кофе, как обычно, в этом кафе на улице. И вы знаете, вот, слышала, что там в Москве вроде похолодало, да? Наконец-то жара спала. Ну вот она как раз пришла сюда. Похоже, что так. А в Англии жизнь идёт своим чередом. Люди отдыхают, расслабляются кто как может. Вот на пляже мы были вчера. Там было очень много людей. Но не все, наверное, предпочитают в такую жару находиться на пляже. Вот многие здесь с детьми, с собачками отдыхают просто на природе. А я хочу вам ещё рассказать одну историю интересную. Вы знаете, меня, конечно, это очень изумляет. И я продолжаю с вами делиться тоже такими фантастическими вещами, которые, наверное, можно встретить только здесь. Вот, в частности, мне позвонили, наверное, два дня назад. Мне позвонила женщина. Когда-то мы вместе были в прабас-клубе. Она давно потеряла мужа, жила одна. И ей 81 год. Вот такая вот леди весьма преклонных лет. И вот она вдруг мне звонит и говорит. Ты знаешь, я хочу тебя, Галина, пригласить. Я знаю, что ты очень дружелюбная. Что я, в общем, всегда была рада встрече с тобой. Была рада общению. И хочу сказать тебе то, что я вот выхожу замуж. Можете себе представить, да, историю. И я спросила, говорю, о, как я рада за тебя. Её зовут Джули. И я говорю, как я рада за тебя. Джулия, это по-нашему Юлия, наверное. Ну, старушка такая живенькая. Живенькая, всегда она ухоженная, всегда с маникюром. Всегда одета хорошо. Но как-то вот жила долго одна. И тут она говорит, замуж выхожу. Я спросила, за кого? Она говорит, я выхожу замуж за Джона. Может быть, ты его помнишь. Ну, и я, конечно, сразу вспомнила, что этому Джону 88 лет. И вот они нашли друг друга, называется. Ну, я знаю, что они дружили там, когда мы встречались в фрабосклубе, то она всегда приходила с этим Джоном. Ну, тоже такой мужчина, как сказать, он ещё в силах ходить самостоятельно. Свои 88 лет. Это тоже, знаете, не всегда и не всем удаётся. Ну, вот такая пара. Они долго дружили просто. Встречались как-то, гуляли вместе. Вот приходили на какие-то вечеринки к нам в фрабосклуб. Вот. И в конце концов они решили вот оформить официально свои отношения. Ну, я говорю, ой, мне так приятно. Спасибо большое, что вы меня не забыли, пригласили. А кто ещё будет? Она говорит, ну, вот будут там... Очень немного у нас будет людей. Это будет у нас, как сказать, там официальная часть в церкви, как обычно. У них почему-то, вы знаете, вот не возбраняется венчаться в церкви по нескольку раз. Ну, не знаю. Я в этом плане не особенно в курсе, возможно ли у нас, например, вот если у неё муж умер естественным образом, они были венчаны, может ли она венчаться второй раз. А здесь как-то вот это всё вполне спокойно. И она вот венчается второй раз. Ну, тут опять вот такая история, по-моему, тоже вам пыталась объяснять, как смогла. То, что здесь всё-таки у них вот это венчание, оно у них считается просто как бы такая же точно официальная часть, как в любом ЗАГСе. Просто там бешеп читает молитву, вот священник английский, ангеликанский. И потом там поют какие-то гимны. Не видела я, чтобы там они молились. Просто произносят друг другу вот эти вот слова, клятвы верности, меняются кольцами. И в церкви также происходит, вот помимо вот такой торжественной части, они все документы там сразу и получают свидетельство о браке. У них свидетельство о браке выглядит немножко по-другому. На таком длинном листе бумаги какой-то гербовой, вот обычно зелёного цвета, вот я помню, у нас был такой удлинённый лист. И на нём там водяные знаки написано, где, что, когда происходила вот эта вот церемония бракосочетания. И подписи ставят все, в том числе и два свидетеля. Ну, то есть, в общем, происходит в церкви точно так же, как и в ЗАГСе. Так что, друзья, вот если кто-то, ну, я не знаю, будет этому удивлён, что люди 81 и 88 лет решили оформить свои отношения, вот я вам рассказываю, бывают и такие случаи. Почему их подвигло именно расписаться вдруг в таком пожилом возрасте? Она сказала, что настаивал на этом Джон, мне было всё равно, а он очень настаивал, потому что он одинокий, он тоже вдовцом был долгое время. И потом у них не было детей никогда со своей женой, вот с первой. Они были фри-чайлд пара. Вы знаете, что это такое тоже, да? Фри-чайлд, это свободный от детей. Вот тоже здесь это встречается довольно часто. Ну, и в связи с тем, что он фри-чайлд, а детей не завели, то получается, что вот его вот дом, какие-то его сбережения, он говорит, я не хочу, чтобы это доставалось кому-то, чтобы государство владело моей собственностью, и все мои счета остались в банке. А я знаю, что у тебя есть дети, и, в общем, возможно, вам это пригодится, так как ты мой друг, самый близкий уже в течение нескольких лет. Я буду рад, если ты меня переживёшь, что все мои вот какие-то деньги и недвижимость достанется твоим детям и тебе. По-моему, это с его стороны очень благородно. И Джули тоже восприняла это очень позитивно и положительно. И вот, в конце концов, они на радость всем решили отпраздновать свою свадьбу. Это будет в конце июля, как мне сказали. Ну, и она обещала ещё встретиться со мной за чашечкой кофе. И мы с ней поговорим об этом более подробно. Вот такие вот интересные вещи, с которыми я хочу с вами поделиться, которые, может быть, я не знаю, встречаются в России, не встречаются, но вот здесь происходят. Тут, может быть, ещё один резон, почему меня Джули пригласила на свадьбу. Ну, это потому, что когда-то, вот в 2010 году, мы её пригласили на свою свадьбу тоже. А у них это как-то всегда, вы знаете, вот в качестве ответного такого, как сказать, уважительного акта, вот они приглашают тоже людей, которые когда-то приглашали их. Ну, и, наверное, вот это всё-таки сыграло свою роль. И почему она вспомнила обо мне и пригласила меня. Ну, и ещё она мне напомнила. Однажды я сказала такую фразу, когда тут постоянно приглашали нас на фьюнерал, на похороны. И как-то я там среди этих леди, когда мы сидели уже на поминках с английскими леди, они у меня спросили, как тебе, Галина, нравится, как проходят вот эти вот такие сервисы, похорон людей. А я сказала, что, вы знаете, ну, конечно, может быть, да, всё прекрасно, но я предпочитаю всё-таки больше быть на свадьбах, нежели на похоронах. Они очень хохотали по этому поводу. И там была как раз вот Джули тоже. И она мне напомнила эту историю и сказала, что вот, помнишь, ты когда-то так сказала, что ты предпочитаешь всё-таки свадьбы, похоронам, и поэтому я тебя приглашаю на свою свадьбу. Вот так. А я сейчас попробую найти для вас фотографию этих молодожён от Джулии и Джона, про которых я вам рассказывала. У меня, не знаю, предоставится ли такая возможность мне сделать фотографии на свадьбе, когда я у них буду. Ну, а это фотографии, когда ещё я фотографировала их вот на наших посиделках там в пробосклубе. Посмотрите, какие они интересные. Я помню, когда послала эту фотографию своей дочке, говорю, посмотри, Даша, как тебе вот отличаются ли английские старики от наших стариков в России. Она говорит, ой, мама, даже никакого сравнения нет. Сразу видно, что какие-то они иностранные. А вот почему, не знаю. тоже, что вы думаете, как выглядит эта пара на свои 81 и 88, или они выглядят моложе, и как, на ваш взгляд, в таком возрасте жениться можно ли? Я-то, вы знаете, именно вот от таких стариков я заражаюсь энергией и чувствую себя молоденькой девочкой. Как я уже рассказывала вам, что это очень стимулирует. Вы знаете, когда видишь вот таких активных людей, которым уже за 80, и которые чувствуют себя великолепно, ещё и находят пару себе, то что нам, молодым? Как говорится, сам Бог велел. Ни у меня, ни у кого-либо ещё никогда не возникает таких мыслей осудить вот эту старую пару, назвать их стариками, бабка с дедом, никогда. Но скажут, что пожилая леди. И как-то это очень приятно, что вот такое вот отношение к людям возрастным. Но зато у нас вот молодёжь могут зайти на мой канал вот так вот походя, обозвать меня бабкой. Вы знаете, как-то даже меня это коробит и удивляет. Бестактность, бескультурия некоторых молодых российских девушек, которые себе позволяют вот такое. И сами не понимают, что когда-то этот возраст достигнет и их. вот не знаю, но вот именно вот этим тоже мне очень нравится Англия. Они вот такие вот очень тактичные в плане возраста. Как тоже часто говорят, что возраст — это только цифра. Age, just the number. они представляют себе это так. Возможно, и мы доживём когда-нибудь до таких времён. Уровень российской культуры молодёжи достигнет того, что они не будут позволять себе подобное высказывание. И здесь опять великолепная лаванда. Целая клумба, видите, вот. Это любимые цветы англичан. Вот этот памятник тоже каменная статуя, которая мне очень нравится. Она выглядит каждый раз по-разному, потому что вокруг разные цветы. Ну, чаще всего у них высаживают лаванду. Очень сильный запах у неё, как вы знаете. Я иногда себе срываю метёлочки эти и их где-то в бельё кладу или постельное бельё чаще всего на полочку. Запах остаётся на целый год. Кое-где всё-таки ещё попадаются красивые кусты цветущие у нас. Вот этот огромный очень красивый розовый куст цветёт круглый год. Очень красивые розы. розы. Эти розы как-то даже я вам в январе месяце показывала. Они радовали меня и зимой. Вот такая лилия. Ещё один куст роз. Всё вокруг благоухает и цветёт. красиво. С какой стороны ни глянь и где ни расположись. Также спрашивают по поводу моей работы. Нравится ли мне моя работа. Вот вы знаете, что я хочу по этому поводу сказать. Ну, я не могу сказать, что она мне нравится, моя работа. Вы же понимаете, что уже в таком возрасте работать я как-то не предполагала. Ну, вот жизнь сложилась так, что уже будучи на пенсии мне приходится работать, потому что надо как-то деньги зарабатывать. Вот единственный резон, из-за чего я взяла эту работу. А вообще работа у меня такая, что я прихожу два раза в неделю туда на ресепшн в отель. Они мне дают документы я забираю их домой и я проверяю все. Ну, то есть, вот я проверяю чисто математически их расчеты. Там женщина у них, бухгалтер, которая работает, она очень старенькая, она не освоила компьютер и считает, по-моему, на счетах, я даже не знаю, или на машинке, да, наверное, все-таки на калькуляторе она считает. Я не видела, как именно это происходит, но сказали, что вот она как-то, конечно, они довольны ее работой, естественно, вот уволить уже в таком возрасте тут это не принято, она будет работать столько, сколько ей позволит ее здоровье, ну, наверное, все-таки уже внимательность такая, знаете, не очень, поэтому они предпочитают, чтобы кто-то еще перепроверял, тем более я проверяю на компьютере это все, ну, и я-то, в общем, понимаете, ее моложе намного, поэтому они хотят, чтобы все-таки какая-то проверка тут была, ну, и платят они мне за это не очень много, их, наверное, это не напрягает, но, по крайней мере, вот такая вот двойная проверка бухгалтерии их устраивает, вот такая моя работа, поэтому сказать, что мне эта работа нравится, я не могу, ну, это все какие-то лишние хлопоты, лишнее напряжение, потом, видите, я-то, в общем, думала, что как-то я смогу улучшать свой английский язык, но тут с цифрами улучшить английский язык не получится. Видите, друзья, я что-то нашла, как интересно, вот такие грибы, вот один, и вот второй, но этот уже, конечно, все, испортился, интересно, надо съездить в лес, посмотреть, это вот первые грибы уже пошли. Нет, похоже, этот гриб тоже, видите, он уже червивый и негодный, хотя, пахнет он обалденно вкусно. Ставлю я его здесь белочкам, белочки, может быть, примут как запасы на зиму. Удивляет меня, что грибы здесь можно встретить в любом парке, вы знаете, и вот в лесу тоже. почему? Потому что англичане грибы не собирают, они не знают, что это такое. Вот тоже странная история, что они знают машрум у них, вот одно название машрум, это по-английски грибы, и у них машрум называется вот шампиньоны, которые продаются в супермаркетах. Больше других машрум они не знают. А я, конечно, знаю почти все грибы, могу распознать, но вот не всегда я их здесь беру, потому что вот допустим там какие-то прогулочные места, но я не очень хочу брать здесь грибы, даже если они нормальные, хорошие, потому что все-таки здесь много людей гуляет, мало ли что, собаки бегают, нет, в таких местах грибы я собирать, конечно, для еды не буду, это уж я просто вам показала. Вообще, конечно, лето это грандиозное время, я не знаю, я обожаю, конечно, летнюю пару, ну или осень, если она вот такая, вот знаете, недождливая, сухая и теплая, красивая, тоже приятно. Все-таки почему-то отдаю предпочтение теплым временам года, может быть, потому что я слишком много и долго прожила на севере, и вот эти шесть месяцев зимы, они меня, конечно, доконали, и больше я такого не хочу, вот я теперь уже стараюсь как можно больше солнышка захватить, и по этому поводу вот тоже и в Таиланд езжу, потому что зимы и снега. интересно, конечно, на Крисмас, может быть, на Новый год встретить под елочкой в снегу, но не более того. Посмотрите, какой грандиозный вид на пролив наш Соланд. Вот там виднеется немножко синий океан. Очень красиво. Наверное, вечером пойду опять купаться. А сейчас в такую жару я хочу просто погулять наслаждение, гулять в тенечке, в тишине и слушать пение птиц. Посмотрите, как сильно цветет эта ежевика. Я помню, перепутала землянику с ежевикой, что-то у меня говорю одно, делаю другое, думаю третье, запоминаю четвертое. И вот путаюсь землянику в своем огороде на грядке назвала ежевикой. Конечно же ошиблась. Ну а вот это уж точно ежевика. Я помню, когда я училась в университете в Новочеркасске, на третьем курсе нас посылали куда-то на практику. Ну вот, начиная с третьего, четвертый курс. Знаете, наверное, на первых курсах там посылали на картошку так называемую. Хотя мы с юга никогда на картошку не ездили. У нас на картошку это называлось куда-то ехать собирать фрукты. Вот мы собирали черешню, помню, ездили в Семикаракорский район, кто знает. Потом яблоки собирали, клубнику собирали, собирали огурцы. Очень трудно в жару. Но по молодости это было все интересно. Так вот, я помню, после третьего курса нас направили на практику. Куда бы вы думали, не поверите, в Ялту. Это, конечно, было незабываемый отдых, который свалился просто для нас тогда неожиданно. и просто было грандиозно целый месяц провести бесплатно. Еще какие-то деньги мы заработали. Мы там жили в вагончиках. Вагончики стояли на такой территории, парк, как называется, закрытая зона. Ну, вот зона заповедная, так называемая. И вот, там никого кроме нас не было. А мы там строили через гору Айпетри строили насосную станцию, потому что в Ялте в Большой тогда, я помню, были проблемы с пресной водой. А так как я училась, это у нас было водоснабжение канализация курс, то нас вот направили помогать строить насосную станцию. Посмотрите, я пока иду, вот нашла еще один грибок. Этот вот такой маленький, очень даже нормальный. Не знаю, брать его не брать. Насосную станцию мы строили просто как в качестве разнорабочих мы там работали. Мы помогали клеить обои, помогали что-то убирать. Вот, я бы не сказала, конечно, что это сильно помогло нашим знаниям по поводу водоснабжения. Но, тем не менее, все были довольны и счастливы. Нас было шесть человек там. Вот, я говорю, жили мы в двух вагончиках. Просто шикарно. Так вот, к чему это я? Почему я вспомнила именно свою практику? Потому что увидела ежевику и вот как раз там, я помню, мы жили в общем-то в лесу, как я сказала, в заповеднике горы, лес и вокруг виноградники и вот в лесу там было видимо-невидимо вот этой вот ежевики. Но она, конечно, там была огромная, не такая меленькая, как здесь огромная, сладкая, обалденная ежевика. И вот мы, не отходя от кассы, как говорится, в обед приезжал автобус огромный за нами, потому что там работали не только мы, еще и вот настоящие рабочие постоянно, которые там работали. Ну вот, и их увозили в столовую на автобусе. Это были советские времена, все это было очень просто. А мы оставались, потому что мы тут фигуру хотели свою сберечь, но и потом такую жару есть не хотелось. Мы оставались там, и мы сразу бежали в лес, собирали эту ежевику, и потом еще была такая история, что мы ходили на виноградник, собирали виноград. Виноград, как вы понимаете, мы собирали нелегально, так сказать, ходили потихонечку, наклонившись, проходили вот по этим вот рядам, где подвязаны были виноградные лозы, и вот выискивали какие-то крупные кисти винограда, потихонечку их срывали, и жили вот так на подножном корме. Мы, конечно, боялись там ходить, потому что сами понимаете, что эти виноградники их сторожили, и не дай бог, если бы нас кто-то там поймал, то заряд соли мы бы получили бы в мягкое место, это точно. Но так вот как-то нам повезло, никогда мы не встретились вот со сторожем. А виноградники были колхозные, они были огромные, и наверное, что мы хоть и делали не очень хорошую вещь, но мне кажется, большого убытка мы не нанесли. А еще там росла дикая тютина, вот вы знаете, ну шелковница, шелковица, да, называется шелковица, по-моему, да, но у нас она по-южному называется тютина. И вот эта тютина дикая, ее было столько много, и опять же, так как это был заповедник, там ее никто особенно не собирал, я помню, когда мы находили вот такое вот огромное дерево тютины, мы залезали на него, и в общем, пока уже, знаете, наедались до такой степени, что уже смотреть не могли на эту тютину, но она была тоже настолько огромная, но и такая сладкая, я потом уже такой тютины не встречала, там были вот эти вот ягоды тютины этой, они величиной, наверное, были тоже с виноградину, с кисть винограда, такие огромные, просто роскошные, сегодня у нас, видите, сколько туристов много тут, возле нормандского аббатства, кто-то даже интересуется и читает доску информативную, что я тоже первый раз вижу, но это похоже, что это опять приезжие, потому что местные никогда к этой доске не подходят, так местные не подходят к этой доске не потому, что они все знают, а потому что, наверное, уже тоже привыкли, глаз замылился, вот у меня было видео, я здесь гуляла как-то и спросила у местных, чтобы они мне пояснили, какого года эти постройки нормандского аббатства разрушены, они стали вместе со мной тут это читать и только тогда для себя тоже открыли то, что это 11 век и вот были удивлены, что раньше они этого не знали. Вот такие короткие истории навеяла мне сегодняшняя прогулка, я с удовольствием погуляла с вами и поделилась ими. Надеюсь, что вы также получили наслаждение и удовольствие гулять по этим красивым местам и желаю вам всего доброго, увидимся, пока-пока!